МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казани проходят игры БРИКС. Россия делает вид, что в них участвуют спортсмены из западных стран, но на самом деле ни одного атлета они не прислали. В Грузии по преимуществу вне политики, но совсем ускользнуть из нее не может. Евро-2024. Как в Тбилиси болели за сборную Грузии в первом в истории матче этой команды в финальных турнирах футбольных чемпионатов. В столице Северной Кореи, Пхеньяне, сегодня состоялись переговоры российского президента Владимира Путина с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ином. Путин прилетел в столицу КНДР накануне вечером. Это его второй визит в страну. Первый был в 2000 году. В аэропорту его встречал лично Ким Чен Ин. На переговорах с Путиным Ким заявил, что правительство КНДР выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции, то есть войне в Украине. По мнению Кима, операции проводятся для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности. Ким также отметил роль России при поддержании стратегического баланса в мире. Путин в своем выступлении напомнил об исторических связях России и КНДР, в том числе об участии советских летчиков в Корейской войне 1950-1953 годов. Он также раскритиковал Соединенные Штаты и вновь похвалил Пхеньян за поддержку России в войне в Украине. Северная Корея – одна из немногих стран мира, прямо заявляющих не о нейтралитете, а о поддержке России в войне. Она поставляет российской армии, артиллерийские снаряды и, предположительно, ракетные системы. Москва в ответ, возможно, помогает Пхеньяну с ракетной программой, запрещенной санкциями Совбеза ООН. Зачем на самом деле Путин после перерыва почти в четверть века снова отправился в Пхеньян? Это вопрос, который многие сегодня задают себе не только в России, Украине, Японии и Корее, но и в западных странах. Пожалуй, в наибольшей степени всех интересует, какими могут оказаться последствия визита. Об этом журналисты издания «Окно» спросили эксперта ПКНДР Андрея Ланькова. Россия может получить снаряды рабочих. Это, собственно, два основных. При определенном умении и строить отношения может быть еще некоторые возможности использовать порты, логистические проекты. Кроме того, можно еще до определенной степени использовать Северную Корею и якобы существующий, якобы складывающийся, хотя в действительности совсем не складывающийся российско-северокорейский альянс как средство давления на страны Запада дипломатического, которое должно их сделать более податливыми и более уступками. Почему же якобы складывающийся союз? Я вижу несколько ситуативных проектов, которые представляют интерес и которые, думаю, будут осуществлены. Первый из них, существование которого российское руководство отрицает, но одновременно на его же существование намекает активно, это продажа Северной Кореей некоторых боеприпасов и систем вооружения России для дальнейшего использования против боевых действий на Украине. О конкретных масштабах этого я говорить не буду, потому что вижу я разные цифры и, в общем, я не считаю себя, во-первых, просто элементарно компетентным, чтобы говорить о масштабах, но ограничусь общим замечанием, что на войне слишком много рядов не бывает, особенно если война превратилась в позиционную траншин. Это совершенно такая нормальная коммерческая сделка военного характера, и, разумеется, она будет идти к взаимному удовлетворению с народом, каждый из которых получит что хочет. Второй интересный вариант это приглашение северокорейских рабочих в России, потому что российская экономика испытывает тяжелейший дефицит рабочих рук, беспрецедентный, поэтому я ожидаю появления большого количества северокорейских рабочих. Вариант выгодный всем участникам. И российской стороне, как на уровне правительства, как на уровне индивидуальных предпринимателей, и северокорейские стороне, и самим рабочим. Притом, что они должны отдавать значительную часть зарплаты государству, то, что остается, это по северокорейским меркам совершенно астрономические суммы, и не случайно за право выехать за границу в качестве рабочего нужно заплатить взятку. Без взятки никто тебя не выпустит. То представление, которое почему-то даже в России существует, что страшная северокорейская губня ловит бедных рабочих, запихивает их в воронки, везет строить коровники на Дальний Восток, это совершенно неправда. Наоборот, рабочие ловят губню и бегают за губней с конвертами, набитыми наличностью, чтобы та эти деньги взяла и погрузила их, но не на воронок, а на поезд и отправила построить коров. Если говорить о других каких-то моментах, то возможно сотрудничество по части логистических проектов. А, собственно, один проект уже существует, это «Рассон Контранс», проект, который предусматривает использование части портовых сооружений в Рассоне, почти на самой границе с Россией. Подобные проекты, которые позволят снять нагрузку с портов Дальнего Востока, тоже вполне возможны и при определенном желании сторон могут быть терроризов. Возможности для долгосрочного сотрудничества в большинстве областей гражданской экономики в общем-то нет. Проблема исключается даже не в том, что Северная Корея находится последние 7-8 лет под очень жесткими санкциями, хотя это тоже важный фактор, но даже в том случае, если Россия эти санкции начнет игнорировать, на что очень похоже, даже в этом случае торговать Северной Кореей просто нечем. Дело в том, что те товары, которые Северная Корея производит с прибылью для себя, и которые она может продавать на дорогом рынке, эти товары не представляют интересоваться России. Корейский экспорт перед введением реально жесткого санкционного режима в 2017-2018 годах, в нем преобладал уголь, каменный уголь. За ним во втором месте, с большим отрывом, шла железная рута и другие, полезные ископаемые и, наконец, морепродукты. Понятно, что все это России совершенно нет. С другой стороны, Северная Корея, конечно, с удовольствием бы покупала российские товары, но у нее нет денег, в общем-то, чтобы платить за них ту цену, за которую российское предприятие готово продавать. Что в таком случае Северная Корея может получить от России, кроме денег за поставленные боеприпасы для войны в Украине? Она может получить от России определенную и очень важную дипломатическую поддержку. Россия является чепостяным членом Совета Безопасности, и, судя по всему, в обостримом будущем Россия будет просто блокировать любые резолюции, которые направлены на расширение санкционного режима. То есть, скорее всего, вообще любые резолюции, осуждающие целиные действия Северной Кореи. Это вообще весьма серьезная помощь. Кроме этого, по-видимому, у Северной Кореи есть надежда на получение каких-то военных технологий от российской страны. Будет ли эта передача совершена, я не знаю. Мы об этом в любом случае с точностью, с достоверностью узнаем, скорее всего, не скоро. Но я все-таки думаю, что серьезных технологий Северная Корея не получит. Дело в том, что передача ей серьезных технологий с нашей точки зрения не имеет особого смысла. Поводить за них достающую цену они не могут. А, что, как эти технологии окажутся у Пхеньяна, контролировать их будет, станет невозможно. Они могут быть использованы самым разным способом, в том числе и крайне для России неприятно. Говорил эксперт по Северной Корее Андрей Ланьков. Северокорейские ракеты и снаряды не раз вызывали нарекания со стороны российских военных из-за своего низкого качества. Почему Россия по-прежнему в них заинтересована? Военный эксперт Сергей Мигдаль говорит, что дело в первую очередь в количестве, а не в качестве. Речь идет о снарядах артиллерийских, поскольку у Кореи тут же калибр. Это означает те же калибры как танковых, так и артиллерийских орудий основные. У Кореи есть большие запасы снарядов, именно нужных калибр для российской артиллерии. Я уже слышал, что уже привезли сотни тысяч, может даже миллионы снарядов за последние месяцы из Северной Кореи. Это как Ростова, и они там лежали на складах. Это то, видите, в России развивает военное производство, но очень быстро, в разы на Россию производство снарядов, это сложно. Поэтому надо строить СТК, производственные линии, а тут они уже готовы и лежат. Единственная проблема с ними, что вот жалуются на них про телевизор российский. Многие из этих снарядов некачественные, просто вылетают и падают рядом. Из-за некачественного пороса, например, некачественных взрывателей они толком не срабатывают. Но это, в общем, что естественно. Насколько, как я понимаю, корейцы отдают, то, что у них давно лежит на складах любая такая вещь со временем портится. Также, как я понимаю, речь идет, например, о ракетах оперативно-тактических, которых корейцев тоже очень много. Но вот не знаю, хотя уже я слышал, такие разговоры поступили. То есть, это ракеты там дальностью 300 километров и выше. Корейцы построили таких очень много. И они, в отличие от России, не были ограничены договором о увеличении ракет промежуточной дальности, как Америка и Россия, Европа. Поэтому, кстати, вот ракеты все политические, и российские тоже были ограничены, как Искандеры, а так вот с вот этой цифрой 300 километров. Скажем, ракеты, которые производят Северная Корея, Китай, Израиль и Иран не ограничены. Эти цифры есть ракеты 500 и 700 мобильные. И таких ракет не хватает. У России сейчас, а у корейцев такие есть готовые. Опять же, на складах. Вот что хочет получить. Если еще не идет о каких-то сверхвысоких технологиях, о снарядах и ракетах с запасом на складах, которых означает ли это, что западным союзникам Украины придется увеличивать свои поставки в ответ на возможное подписание России и Северной Кореи договора о военном сотрудничестве? Они больше беспокоятся не этим, как они выступают против, они беспокоятся тем, что Россия даст Северной Корее взамен, помимо денег. Опасаются, что Россия, например, даст Северной Корее какие-то высокие технологии, которые сможет позволить повысить точность их ракет, даст и новые истребители, наконец-то. Потому что сейчас у Северной Кореи летающий музей, как у Ирана, да, и это проблема, да, потому что все все время думают о возможном конфликте на корейском полуострове, там находятся, как мы знаем, американские войска на самом полуострове, вокруг его, и вот это вот больше, а то, что нужно помогать войскам Украине, так нужно помогать, и так, это не так зависит от количества снарядов. Ясношный, как бы, увеличил количество снарядов, которые Россия может на фронте использовать, но это в любом случае у России так большое преимущество, для того, чтобы это единственный способ, это преимущество для украинцев как-то нивелировать, это вот получить высокоточное дальнобойное оружие, которое позволило бы уничтожать еще в тылу российском эшелоны или магистрические центры, склады, где эти солдаты, куда эти снаряды и ракеты привозят. О поставках северокорейских вооружений России и о том, что Пхеньян может получить от Москвы взамен, говорил военный эксперт Сергей Мигдаль. Говорит Радио Свобода, вы слушаете ежедневный информационный дайджест «Время свободы» за среду 19 июня. С вами Марк Крутов. В начале этого года стало известно, что в очередной раз не состоится одно из главных событий в мире экстремального спорта – марафон на Северном полюсе. До войны в Украине и пандемии коронавируса он проводился в российском дрейфующем лагере Борнео. Радио Свобода решила подробнее изучить, что происходит сейчас вокруг российских арктических амбиций. История с марафоном вывела нас на целый ряд других интересных находок. Со мной в студии один из авторов этого расследования Сергей Добрынин, который вам попрошу рассказать, чем же так интересен оказался этот марафон, при чем тут шведский миллиардер Фредерик Паулсон и как все это связано с войной в Украине и попытками Москвы, что называется, застолбить за собой Северный полюс. У Северного полюса есть только один дрейфующий лагерь, который открывается каждый год, это российская база Борнео. Ее суть в том, что добраться до Северного полюса с каждым состоятельным туристом или спортсменом без этой базы практически невозможно. Других баз из других стран там просто нет. Поэтому это с российской точки зрения важный объект для государственного пиара, грубо говоря, которые в последние годы используются также очень активно российскими военными. Высадки до десанта, тренировки спецназа из Чечни и так далее, и так далее. То есть это база, на которой в один день или в течение трех дней мог побывать Дмитрий Рогозин с каким-нибудь священником, министр Ливанов, чеченский спецназ, американские туристы, место, где соединялись российские амбиции и международный туризм. База существует давно, она существует с 1993 года. Изначально ее открыли два французских путешественника, которые сделали турфирму, которая занималась как раз доставкой туристов к Северному полюсу через российскую территорию. Благодаря развалу экономики Советского Союза и первых российских лет это было легко делать, очень дешево. Можно было там, грубо говоря, за мешок картошки нанять вертолетчика, чтобы лететь куда-нибудь к Северному полюсу. В начале нулевых французов оттуда выдавили, причем, как оказалось, это произошло при участии Солнцевской ОПГ. То есть французы занимались этим бизнесом на протяжении шести и даже больше лет. Потом туда пришел человек по имени Александр Орлов, который, как мы выяснили, был связан прямым способом, то есть он был бизнес-партнером Сергея Михайлова по прозвищу «Мехась». Считается, что это глава Солнцевской ОПГ. Вот. Мы, собственно, описали эту историю о том, как база, которая изначально задумывалась как такой туристический аттракцион у Северного полюса, совершенно международный, открытый для всех и под руководством, то есть в собственности, под организацией двух французов, превратился в российский пиар-проект государственный, который сейчас формально принадлежит шведскому миллиардеру Фредерику Пауссену, который его купил в 2018 году, как раз перед началом ковида. И в последнее время он пытается настроить логистику всей этой базы, которая многие годы проходила через принадлежащий Норвегии архипелаг Шпицберген, перенастроить ее на Россию, чтобы все туристы и все гости этой базы и вообще Северного полюса прилетали туда исключительно через российский Красноярск. Собственно, в этом году тоже, что довольно неожиданно, понимая, что уже два с половиной года идет война в Украине, два десятка иностранных спортсмена собрались в Красноярске в надежде попасть на Северный полюс. Среди них были люди из Японии, из Западной Европы. Для них мечта попасть на Северный полюс была, видимо, настолько велика, что они закрыли глаза на этические и организационные проблемы, связанные с тем, что пришлось лететь в Красноярск, получать архитические визы и так далее. Но вот они там сидели, ждали, что лагерь откроется, он не откроется из-за того, что раскалывалась льдина. Эта льдина раскалывается не первый раз, и причина этому глобальное потепление, которое в Арктике происходит наиболее быстро. Как связано глобальное потепление не только с проблемами функционирования этого лагеря, но и наоборот с российскими амбициями в Арктике? Что это глобальное потепление может дать России, а в чем она может проиграть? Многие говорят, что от эффектов глобального потепления Россия может выиграть, причем в разных областях. Это связано и с тем, что климат в некоторых традиционных холодных регионах России станет более мягким, более удобным для выращивания всякого рода сельхозкультур. Но кроме того, вместе с отступлением льдов в Северном Дельтамокеане окончательно откроется Северно-Морской путь, так называемый, который может значительно сократить время движения судов из Европы в Азию. Поэтому Россия от этого что-то выиграет. Но лагерь Борнео, который до сих пор является, видимо, любимым проектом власти Красноярского края, как минимум, скорее всего, уже через несколько лет не сможет существовать, потому что часть его организации это взлетно-посадочная полоса для самолета Ан-74, которая устраивается прямо на льду. С каждым годом лед становится все тоньше и тоньше, и хотя и раньше эта полоса трескалась, ее как-то удавалось заделать, в этом году трещин было настолько много, что ничего сделать не получилось, поэтому самолет тогда не смог приземлиться. Поэтому, видимо, база Борнео уже свое существование заканчивает, если не закончила в этом году, но то, что она многие годы оставалась, с одной стороны, совершенно милитаристским объектом, который явно Россия использовала для подвижения своих амбиций в Арктике, с другой стороны, она продолжала привлекать огромное количество, в том числе, и западных туристов. Вот это странное соединение довольно интересно было наблюдать. Спасибо, Сергей. Наших слушателей призываю полностью прочитать это расследование на сайте Радио Свобода по адресу свобода.орг. А сейчас о другом спортивном событии, тоже тесно связанном с политикой. В Казани в эти дни проходят спортивные игры БРИКС, организованные Россией замена Олимпиаде, на которую большинство российских спортсменов не были допущены из-за развязанной их страной войны против Украины, а остальные будут вынуждены выступать в нейтральном статусе. Играми БРИКС Россия хочет продемонстрировать, что вопреки всему не находятся в международной изоляции из-за своей военной агрессии. Выглядит это порой комично. Так, на сайте игр указано, что в них участвуют спортсмены из Германии и Великобритании. Хотя на самом деле ни одна из этих стран не прислала в Казань ни одного представителя. Всего таких стран 24. Впрочем, и дружественные России страны прислали на игры БРИКС далеко не первостатейных спортсменов. Например, из примерно предстоящую этим летом Олимпиаду в Париже. Ну а лидирует на играх в Казани естественно с большим отрывом Россия. Как можно оценить уровень игры БРИКС и навевают ли они воспоминания об Олимпиаде 1980 года в Москве, которую бойкотировали спортсмены из США, Олимпиаде 1984 года, которую в ответ бойкотировали советские атлеты, а также оборганизованных Тедом Тернером игрок доброй воли, которые были призваны дать возможность несогласным с бойкотом американским спортсменам соревноваться со своими советскими соперниками. Об этом мой коллега, журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров побеседовал со спортивным обозревателем Сергеем Кривохарченко. Не сложно сказать, кто приезжает из других стран, но для тех спортсменов из России и Белоруссии, которые потеряли шансы поехать на Олимпиаду, потеряли шансы поехать на Чемпионат мира и Европы, это хоть какая-то возможность где-то выступать. Сами спортсмены, я слышал такие фрагменты интервью, говорят, что что-то у них осталось по крайней мере такое, хотя, конечно, эта замена достаточно неполноценная. Ну, плюс возможность побороться за какие-то награды, за какой-то призовой фонд. Это, наверное, еще игры для пропаганды, потому что спортивное телевидение в России вообще все это время, все эти два с лишним года делает вид, что все в порядке, все нормально, ничего особенного не происходит и спорт, по большому счету, ничего особенного не потерял. Наверное, это игры для спортивного телевидения российского, для каких-то местных болельщиков, которые приходят на трибуны, не думая о том, что тут выступать будут не суперзвезды, а спортсмены достаточно среднего уровня, если мы говорим о зарубежных спортсменах. Среди российских, насколько я знаю, есть несколько бывших участников Олимпиад, но их действительно считанное количество. Спортивное телевидение в России как раз делает вид, что мы не в кольце врагов, а в кольце друзей. И у нас много стран, у России много стран, которые ее поддерживают, которые готовы здесь сотрудничать, которые готовы приезжать в гости, и все флаги в гости к нам, в конце концов. Это где-то и советская практика, мы помним, что в 80-е годы проводились такие «Дружбы», по-моему, они назывались, когда сборная Советского Союза не поехала на Олимпиаду в Лос-Анджелес. То есть здесь ничего нового нет. Это просто демонстрация для, в общем-то, внутренней публики, внутреннего потребления, демонстрация того, что у России якобы огромное количество настоящих, верных друзей. Об играх «Брикс» в Казани говорил спортивный обозреватель Сергей Кривохарченко. А в завершении подкаста «Время свободы» о настоящем, что называется, спортивном празднике чемпионате Европы по футболу. Во вторник на нем впервые в истории сыграла сборная Грузии. И хотя она проиграла Турции со счетом 1-3, игра грузинской команды вызвала симпатии у многих болельщиков во всем мире. Что уж говорить о самих грузинах. Как в Тбилиси болеют за сборную и смогло ли ее выступление заставить жителей страны на время забыть о политических разногласиях из столицы Грузии рассказывает наш корреспондент Ильшат Зарипов. Ильшат, скажите, пожалуйста, насколько значимым для Грузии является первая в истории участия ее сборной финальной части подобных турниров и как вчера в Тбилиси болели за свою команду, как оценивают ее первую игру? Я думаю, это просто невозможно переоценить. Тут вообще нужно понимать, что в Грузии очень маленький интерес например, к клубному футболу. То есть чемпионат Грузии по футболу проходит при пустых трибунах, на него приходят по полторы тысячи человек на самые главные матчи и все это как так само собой развивается. Считается, что еще с советских времен было особое место Динамо Тбилиси, который выполнял такую функцию своеобразной сборной Грузии в Советскому Союзе. А потом этот интерес пропал и вместо Динамо Тбилиси появилась сборная, которая теперь является предметом абсолютного культа. Десять поколений молодых игроков сильных, некоторые из которых играют в европейских командах. В первую очередь, конечно, Хлича Кварацхеля, за карьерой которого в Италии здесь следит половина страны. И этот интерес, конечно, виден. В прошлом году молодежная сборная играла здесь, в Грузии, в Тбилиси, Кутейси и Батуми на молодежном чемпионате Европы вышла в четвертьфинал и четвертьфинальный матч прошел при аншлаге в Тбилиси. В марте, когда сборная вышла на чемпионат Европы, конечно, это был просто феноменальный праздник. Ну и все последние дни Тбилиси, мне кажется, жил таким ожиданием нарастающего праздника. Городские власти готовили фан-зоны, самая большая из которых находится на стадионе Михаила Мецхи. И там вчера было много людей, судя по фотографиям. Но что может быть более интересно и более показательно, это то, что люди сооружают такие импровизированные фан-зоны во дворах, на улице, где-то в парках. Мне эта асфера кажется, вот кроме всего прочего, не агрессивной. Вот даже приведу такой пример. Те, кто смотрели вчера трансляцию, могли видеть и слышать, как фанаты на трибунах скандировали известную кричалку про Путина. Российский матч ТВ потом вывезло ее из записи, которые есть у них на сайте. Но вот что интересно, если в Грузии прийти на матч, например, грузинского чемпионата, где будет несколько сотен фанатов и может быть еще там тысяча-две простых болельщиков, то такого рода кричалки и все связанное с политикой будет очень хорошо слышно и очень хорошо заметно. Но если прийти на стадион имени Пайчадзе, когда на нем 60 тысяч человек, то никакой политики ты не услышишь. Люди будут болеть за сборную, может быть, они смотрят на вещи так или иначе, в том числе на все, что связано с Россией и Путиным, но в этот момент основная масса болельщиков сконцентрирована на футболе. Вот так же и тут. Вот в основной массе какой-то агрессии, нервной атмосферы нет. Мне кажется, есть атмосфера праздника и очень показательно, что таким неформальным гимном грузинских болельщиков стала детская песня, которая называется «Улыбнись». Эта песня, одним из авторов которой является певица Ирма Сахадзе, которую советские люди помнят еще маленькой девочкой, которая пела песню про оранжевое зверблюдо. Так вот, эта детская песня, которая называется «Улыбнись», стала настоящим гимном сборной болельщиков футбольной Грузии. И уже вчера вечером, когда люди расходились по домам, я слышал, как люди ее пели. И там одна из повторяющих строчек переводится примерно как у этой сказки «Счастливый конец». Мне кажется, что сейчас, судя по тому, что я вижу, есть явный оптимизм. Сборная играла, может быть, не блестяще, но интересно, эмоционально, с самоотдачей. И мне кажется, что здесь люди продолжают ждать, если не победы, если не выхода в следующую статью, то, по крайней мере, того, что сборная их не разочарует на уровне зрелища и на уровне эмоций. Помог ли чемпионат Европы в Грузии хотя бы на время отвлечься и забыть про те политические разногласия, которые существуют в обществе, и которые буквально недавно еще приводили к многотысячным митингам на улицах, закон об иностранных агентах и так далее. Это хороший вопрос, на который, мне кажется, нет четкого ответа, потому что, с одной стороны, есть ощущение, что люди болеют за сборную без различия того, за какую партию они голосуют и как смотрят на текущую политику. С другой стороны, есть множество маленьких каких-то политических сюжетов, которые включаются, например, когда после выхода сборной на Евро футболисты скандировали на праздновании какие-то кричалки, связанные с территориальной целостностью Грузии, потом это обсуждалось в Абхазии и Южной Осетии, были какие-то эмоциональные реакции на это. Кроме того, сейчас развивается очередной скандал между правительством и президентом. Правительство упрекает президента Соломезу Рабишвили в том, что она как-то неправильно представила к награде участников сборной, кого-то не наградила. Президент в свою очередь пытается объяснить, почему это происходит так или иначе. Футбол имеет в Грузии легкую политическую окраску. Кроме того, и футбольные клубы, и игроки сборной делали заявление по поводу этого самого закона об иностранном финансировании. Другими словами, я бы сказал так, футбол в Грузии по преимуществу вне политики, но совсем ускользнуть из нее не может. И мы видим это единение, но я думаю, что самополяризация грузинского общества от чемпионата никуда не денется. Из Тбилиси в нашем подкасте был корреспондент Радио Свобода Ильшат Зарипов, который рассказал о реакции жителей Грузии на первое в истории выступление своей сборной в финальной части чемпионата Европы по футболу. А мы на этом завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за среду, 19 июня. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Костор. Слушайте Радио Свобода в интернете и на основных платформах подкастов. Всего вам доброго. Студия подкастов Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова